Особое мнение на 101FM Понятно, что итоги выборов мы сегодня будем обсуждать в первую очередь, конечно. И вчера мы эту тему обсуждали, и сегодня мы об этом продолжаем говорить, потому что обсудить есть что. В том числе и высокую явку достаточно в Кировской области, хотя и была она, судя в сравнении с другими регионами Приволжского округа, может быть не самой высокой, но тем не менее. И процент голосов, отданных за лидера голосования Владимира Путина, и то, каким образом проголосовали за представителя КПРФ Павла Грудинина. Ну, давайте все-таки сначала с общего начнем. В целом, выборы, состоявшиеся, у вас какое впечатление оставили? Ну, вы хороший вопрос задали в том плане, как выборы. То есть мы подразумеваем не день выборов, 18 марта, а всю выборную кампанию. Поэтому оценивать, и действительно, которая почти три месяца продолжалась, нужно с этого и начинать, иначе мы будем нарушать причины следственной связи, когда это было объявлено. Вот все эти три месяца практически, да, на единственного кандидата лилась грязь. Это Павел Грудинин. Вот все эти месяцы. Чуть поменьше. Почему? Когда власти почувствовали, что это кандидат реальный, не ради галочки. Мы их видим, которые вот они галочки там получили, да, меньше одного процента набрав. А это кандидат, который представляет реальную угрозу действующему президенту. Это кандидат, который будет бороться, рассчитывает на поддержку. Если бы посмотреть в социальных сетях, где участвовал там разных, на разных сайтах до 200, до почти 300 тысяч и голосовавших, и как они себя проявляли. Ну, власть немножко напугалась. И команда ФАС была дана. То есть... Но это не в самом начале произошло. А вот я говорю, раскачка... Ну как, она уже пошла буквально с 25 декабря, когда Соловьев, небезызвестный, да? Владимир Соловьев умеет. Да, на радио, значит, FM, там, да, у него Вести FM или что-то такое, да, которое он тоже, не знаю, там, в каком качестве. Вдруг решил такой рейтинг провести. Это было через два дня после того, как Грудинина выдвинули на 17-м съезде КПРФ. И вдруг у Путина 50% радиослушателей дали, а Грудинину 45%. Это на через два дня. Поэтому... Ну, это был первый легкий такой холодный душ. На государственной радиостанции причем еще, да? Да, на государственной. То есть это был такой шлипок легкий, так сейчас щелчок по носу. И вот тут начали суетиться. Каникулы потребовались, да, немножко на раскачку. Ну, а потом все по полной полилось, начиная, как только зарегистрировали кандидатом 12 января Павла Николаевича Грудинина. Вот парадоксально, что мы все с вами слышали о том, что он миллиардер, он же олигарх, он вор. Это звучало уже в переработке людей, которые услышали, так сказать, заглотнув всю эту информацию, которая шла через центральные телеканалы. Ну, я, во-первых, вообще не понимаю, а почему плохо быть миллиардером, если деньги заработаны часами? Вы знаете, ну, вот если вам сказать, что вы разве не знаете, что ваша зарплата 87 тысяч, как вы будете на это реагировать? Ой, я не знала, что моя зарплата такая большая. А вот, понимаете, вот кто-то возьмет, так озвучит в каком-нибудь канале и доказываете. Вот то же самое произошло и с Грудинином. Я согласна, там миллиардеров у нас полно, если в декларации заклинуть, у кого сколько этих средств. Но почему-то зацепились за Грудинина и приписали ему некие миллиарды, которых не было в природе. Кто услышал опровержение об этом? — Простите, пожалуйста, а сам Грудинин, он каким-то образом будет бороться дальше? То есть или сейчас смысла уже нет доказывать, что этих денег не было? — Вы знаете, подано было, если я не ошибаюсь, по-моему, на 1 или на 7 марта 63 жалобы в ЦИК. Но где они и, так сказать, как с ними рассматривают? — Какова их судьба? — Да, вот этого мы пока еще не как ответы. Я даже о последнем хочу сказать. Гришина, которая разослала, вот в последний день это посквили там по информационным плакатам, которые висели на всех участковых избирательных комиссиях, да, там дополнение, что вот он то-то, то-то. — Ну, ЦИК вроде бы поясняли, что это в соответствии с законом они обязаны были сделать. — А вот посмотрите, как себя сам себя высек ЦИК. Вот, предположим, давайте на Сазунтову пожаловались, да? Вполне реальная ситуация. И после того, как на меня пожаловались, предположим, Мамаеву, да, Сергею Павлинычу. А он дает мне письмо и говорит, ну-ка, ответь на эту жалобу. — Мы нарушаем все законы. Если на тебя жалуются, кто должен отвечать? Руководители. И когда пожаловались на эту Гришину, почему ей же позволили отвечать? А не Памфилова навела порядок, сказав, как оно должно быть в действительности. — Может, ей некогда было? — Ну, тогда надо снимать, потому что они нарушают порядок. Разве можно давать? Это в частной беседе пригласить там какое-то разбирательство и того, на кого жалуются? Но если это официальный орган, государственный, куда поступила жалоба и давать право отвечать тому, на кого пожаловались, по-моему, это есть даже и статья у нас при работе с обращениями граждан. Вот мы что получили. Это тоже сработало. То есть у Грудинина, Павла Грудинина, не было возможности официально самому. Но если вы сами не хотите признать, да, мы оклеветали, мы там ложь распространили, то ему не дали право сказать об этом. Вот я могла бы небольшой реверанс сделать в адрес нашего ГТРК Кировская. Почему? Когда мы выступали, и там очень хорошее название, агитационное выступление кандидатов, вернее, доверенных лиц. А когда называют это дебатами, но какие дебаты, когда каждому предоставляется там по 8 или 6 минут высказать позицию, там программу, но все, что хочет доверенное лицо. И что сотворили на центральном канале? Когда включаются все микрофоны, и когда мне говорят, что ж ведущий не мог порядок, я говорю, не ведущий там все решает, там решает режиссер и те, кто сидят за пультом, кому дают команду, кому вывести микрофоны. Потому что этот базар можно прекратить, отключить микрофоны и давать ему высказаться одному, то есть вести цивилизованно этот обмен. Марина Сергеевна, я прошу прощения, что я перебиваю, но тем не менее мы же понимаем, что за последние три года вот этот формат, когда в студии множество народа, все друг на друга кричат и друг друга перебивают, он прижился уже, все. А ведь это страшно, когда мы говорим о культуре, какая же это культура? То есть нам показывают, как нужно кричать и хамить, и в общем-то не слышать, и не слушать никого, а только себя любимого. Вот когда телеканал показывает уровень общения кандидатов, то есть пока ребята вам за кого голосовать, они даже между собой-то общаться не умеют, а вы хотите, чтобы они вас услышали. Вот в чем это страшно. И когда на выборы, в общем-то, загоняют людей, вот сейчас, если на сайты зайти, да, все говорят, вот, еще мало того, что прийти, так еще и даже я должен позвонить, что я проголосовал. И когда спрашивают, а кто ты, назовись, люди скромно умолкают, потому что, значит, опасаются, что там будут какие-то к ним меры приняты. То есть дебаты, которые не дебаты, на ваш взгляд, сыграли тоже свою отрицательную роль? Ну, в какой-то мере, да, потому что такое смотреть, на это даже не время, ну, противно просто становится. А тот факт, что лидер предвыборной конки никак не участвовал в дебатах. А давайте я вам такой вопрос задам. Скажите, а для кого проводятся дебаты? Ну, я так думаю, что для избирателей. Вот, я тоже так считала. И когда один из кандидатов говорит, они мне не нужны, в общем-то, он откидывает всех избирателей, его и без того показывают в достаточном количестве. Даже больше, чем всех остальных. И всех остальных и так далее. Вот здесь тоже нужно задумываться, как нам, к избирателям, относятся эти кандидаты. Марина Сазонтова, первый секретарь Кировского горкома КПРФ, депутат областного законодательного собрания Пятого созыва. У нас в особом мнении. Сделаем небольшую паузу и вернемся в эфир. Особое мнение на 101FM Слушаем особое мнение Марины Сазонтовой. Мы продолжаем обсуждать итоги выборов, прошедших в минувшие воскресенья. Выборов президента страны. Марина Сергеевна была доверенным лицом одного из кандидатов, Павла Грудинина. Сейчас мы разбираем, почему настолько велик разрыв, скажем так, между победителем выборов Владимиром Путиным и занявшим второе место кандидатом от КПРФ Павлом Грудининым. Дебаты, отсутствие информирования избирателей, ну, такого достаточно полного, я бы сказала, да. Что еще сыграло свою роль, на ваш взгляд? Сыграло роль то, что у нас, вот аналитика небольшая, я так для себя занималась, и когда встречи у нас проходили с избирателями, я начинала вопрос с вопроса, скажите, у кого из вас есть возможность выхода в интернет? И как отвечали? Ну да, руку поднимают, ну, может быть, треть, где-то половина. Я говорю, а насколько вы пользуетесь? Ну, у нас есть, ну, там внуки, то есть люди соотносят, что вот есть у них в квартире там компьютер или ноутбук, да, но это еще не значит, что кем-то занят, да. И когда я спрашиваю, а смотрите ли вы телеканал «Красная линия», который, к сожалению, только есть в интернете, можно подключить, говорят, Ростелеком попытался на 49-м канале, но у меня другой сетевой. То есть в пакетах кабельных операторов его нет? Нет, конечно, нет. И когда у людей есть возможность выходить, смотреть, или даже просто в сети выходить именно с целью посмотреть, разобраться хотя бы, где правда, где ложь, Ну, хотя бы просто послушать, как оценивают те или иные события разные, представители разных сил, да? Такой возможности, к сожалению, не было. И когда вот я просто интересовалась, ну, вдруг я что-то про Путина такого не знаю, что за него действительно надо голосовать, то есть очень доброжелательно, спокойный разговор вела с этими людьми. И когда мне перечисляли вот эти штампы, устоявшиеся то, что им внушили через центральные официальные телеканалы, что он олигарх, он там вор, он обижает бедных старичков и так далее. Про Грудинина мы сейчас говорим. Про Грудинина, да. Ну, что можно сказать? Значит, в людей заложили, зазомбировали, как у нас комсомольцы говорят, да, через эти ящики. И вот сомнений, вот не хочу, вот выбрала будущее, для кого только. Марина Сергеевна, вот смотрите, какая история. С одной стороны, я видела экспертные оценки вчера на федеральном уровне, в том числе, по поводу результата Павла Грудинина. Говорят, что набранный им процент, это достаточно большой процент, особенно если мы сравниваем со всеми остальными кандидатами, да. И надо бы власти задуматься о том, что вот есть огромное количество избирателей, которые поддержала Павла Грудинина, и что надо каким-то образом его вовлекать все-таки в действующую, ну, не знаю, политическую систему, да, в качестве эксперта, в качестве, может быть, кого-то в правительстве. И вчера, по-моему, даже появлялась информация о том, что он даже готов рассмотреть такие возможности. Вот, с другой стороны, эксперты отмечают, что результат КПРФ на президентских выборах в сравнении с предыдущими, да, которые были у нас 6 лет назад, вот, они потеряли, по-моему, там в районе 4,5 миллионов. Тогда, по-моему, Геннадий Андреевич баллотировался, да? Выборы, которые нынче состоялись, надо понимать, что команда была прийти в обязательном порядке бюджетникам, там, студентам и так далее. То же нужно качественно смотреть, в том числе, и на состав тех, кто пришел голосовать. Меня вот поразило, что человек боится сказать, а кто ж его отправлял, что он должен ходить выбирать. Некоторые не боялись. Некоторые в социальных сетях, в том числе в Кирове, писали открытые, в общем-то, под своими именами. По-разному, да, но когда их спрашивали поподробнее, ну, назовите хотя бы фамилию, чтобы, так сказать, как-то так это все уходило. Ну, то есть пытаются люди достучаться, но не совсем была форма выбрана для привлечения на избирательный участок. Поэтому надо понимать, какую категорию привлекли, ну, немножко, так сказать, принудительно-добровольный метод, что ли, да, использовали, и как они среагировали, готовы ли они были вообще к этим выборам. Поэтому я тоже пытаюсь вот для себя понять, что страшнее. Вот если когда выборы были Зюганова, тоже там было достаточно много. Самое грязное, я помню, 96-го. 96-го, это была та же грязь, там, не дай бог, и так далее. Да-да-да. Вот. И тем не менее, еще был запал, когда люди включали свои мозги, так сказать, и пытались разобраться. Вот сегодняшняя ситуация, когда у нас 70% не ходили на выборы, 70%. Как это не ходили? Не в эти выборы. Вот в президентские, не президентские, губернаторские городские дома. Я поняла, да. Местные выборы. Местные выборы, да. 70% оставались дома. И предыдущие выборы у нас были, там, еще в Госдуму, не помню, 2007 или 2008 год. Явка была тоже примерно такая же. И когда Путин заявлял, что это показывает о доверии власти, народа к власти, да, для меня сразу возникал вопрос, понимает ли власть, кто остался дома, не пошел голосовать. То есть напряженная ситуация уже тогда возникала. И власть не принимала никаких усилий для того, чтобы как-то исправить это положение, принять какие-то меры. У нас за это время полуторный прожиточный минимум кто-то ввел, считает, достаточным. Там для родителей, кто идет в детский сад, для пенсионеров, там, если у них льготы на проезд и так далее. Это как, улучшило наше положение или нет? Вот здесь нужно анализировать, почему пришли, скажут ли люди правду до конца или нет. Аналитика, она должна быть. Но я видела, как поддерживали, кто приходил к нам. Наоборот, мы ощутили, вот у нас здесь, в Горкоме и в Обкоме, на местах, в районах, приходили люди, которые, да, мы никогда за КПРФ не голосовали, но сегодня мы пойдем, потому что мы понимаем, что положение уже очень критическое в стране. Цифры, которые вот сегодня озвучены, вопрос возник, если вы смотрели, почему у нас вместо 7 миллионов стало 108 избирателей, откуда там полтора миллиона так вот раз на конец дня выборов появились. Эта сумма немаленькая. Я допускаю там 100 тысяч или еще, но полтора миллиона по стране, даже для такой страны, как Россия, это немало. Поэтому это нужно еще анализировать. Я вот сейчас сходу, да, нужно разбираться, почему стало меньше, за счет кого стало меньше. То есть... Версий было несколько, то есть понятно, вот эта вот информационная кампания, которая сработала против Павла Грузинина. Безусловно. Мое было мнение все-таки, что часть электората КПРФ это люди пожилого возраста, скажем так. То есть люди по естественным причинам просто уходят, да, но тут ничего не поделаешь. Все может быть, несколько факторов. То есть я в данном случае не хотела бы гадать. Вот первое, что у меня было, так сказать, да, в этом надо еще в цифрах разбираться. И я, да, Фома неверующая по натуре сегодняшней жизни. И для того, чтобы было несколько каналов и проверить нужную информацию. Ну вот, например, буквально, когда я к вам сюда добиралась, человек мне остановил и сказал, а вы в курсе комплексы электронного голосования, КЭГИ, по-моему, их называют, да, обработки бюллетеней. И там очень интересная ситуация, когда человек нажимает на фамилию одного из, вот он конкретно говорит, я нажал на Грудинина, вернее, он информацию эту передал, не сам он участник, на Грудинина, рядом выскакивает Путин. И человек обращается в участковую комиссию и говорит, ну как же так, мне надо. А ему отвечают, вот если это вы уберете, это будет недействительный голос ваш. Понимаете, что такое электроника? Комплекс. Хоть мульки варку вы возьмите. Какую программу вы ей зададите, она вам то и выдаст. Ну вообще-то все эти электронные системы вводились как раз, как гарантия того, что невозможно подтасовать, подделать и прочее. Это зависит от того, какую программу вы зададите, как будет эта машина считать. Каждый ли голос? Или мне вот говорили там через КАИП или нет, вчера вот, нет, 18-го же марта, когда галочку человек, может быть, он видит не очень хорошо, да, и он галочку чуть-чуть мимо там, в сторонке поставил. Вот как считать этот бюллетень, как сосчитает тот же КАИП? Вот в данном случае, когда у нас на 285-м участке просили пересчитать наш наблюдатель, да, сомнений у него возникли. Давайте пересчитаем. Ей в этом отказали. Почему? Вот основание, если даже у кого-то из членов комиссии с правом решающего голоса, я считаю, что надо обязательно прислушиваться. В данном случае это не такое количество, например, бюллетеней, как там выбор губернатора, игра государства, или в городскую еду, там масса этих, да, была групп. А здесь что мешало? Вот давайте хотя бы... Домой хотелось пораньше. Узнать об этом? А что? Узнать об этом пораньше? Нет, домой, домой хотелось пораньше, членам комиссии, поэтому отказались пересчитать, я так думаю. Ну, вы знаете, тех, кто хочет пораньше, нужно, наверное, сообщать тему, кто их выдвинул, там же оплачиваемая работа, это не те у нас порой наблюдатели, мы не имеем больших денег, чтобы оплатить, кто-то и на добровольных началах, но члены, это у Яков с правом решающего голоса оплачиваемую работу получили, поэтому то, что они там торопились, домой устали, мы все устаем, но это должен свой долг-то выполнить. То есть они никак не объяснили, и письменно они не обязаны были пояснять, почему они отказались? К сожалению, вот разбираемся сейчас, да. Были ли такие факты еще где-то, и, так сказать, они, к сожалению, спустя некоторое время появляются, люди вдруг признаются, да у меня там расхождение, мне что-то показалось, да я уж не стала отношения портить, тем более, что сейчас закончился срок работы членов вот этих комиссий УИКов, да, участковых избирательных комиссий, пятигодичный срок, у них был до 1 марта, но продлили вот до 18 из этих выборов. Вот сейчас идет формирование новых на 5 лет, и нужно очень четко представлять, что за люди будут представлять интересы того или иного движения, той или иной партии. Я так понимаю, что вы тоже готовите какую-то смену, или остаются те же самые люди, которые работают? А обязательно будет смена. Во-первых, есть возрастные какие-то категории, 5 лет, и нужно уже знать, в каком возрасте. В состоянии ли нас, представитель, работать с полной отдачей принципиально. Порой, когда придет, приходится идти на конфликт. Тебя принуждают подписать протокол, с которым ты не согласен. Я просто помню, как вы рассказывали о том, что те ребята, которые хотели пойти в комиссии, от КПРФ, столкнулись с некоторыми проблемами у себя на работе. Нет, это тогда я говорила о выдвижении кандидатов. о выдвижении кандидатов. То есть комиссии, такого не было, слава богу. Ну, об этом я еще не знаю. Но то, что члены комиссии, представляя одну партию, вдруг радуются, когда проходит кандидат от другой партии, в городской доме. Очень показательно. Зачем тогда мы находим дорогих людей? Но знаете, в чем подлянка? Это касается не только, вот может быть, вы то, что запомнили, и депутатов, и членов УИКов. Никто не имеет права их отозвать, если они не напишут сами свое заявление об уходе. Это касается и депутатов от партии, которые по спискам прошли. Вот, извините, что-то у него, и, так сказать, какие-то обстоятельства, это же 5 лет, да? И он вдруг начинает не в соответствии с решениями партии голосовать во фракции свои, да? Это разных партий сейчас касается. То есть даже у списочников такое? Именно у списочников. И партия не имеет права. А ведь там же у нас есть списки как раз партийные, и замена вполне допустима. А нет такого права, если человек сам не напишет заявление. Мы уже несколько раз просили внести эти изменения в федеральный закон. Одномандатники, это все понятно, его избрали напрямую. А вот по спискам, почему партия, ведь разные обстоятельства, я не хочу сказать, там уже уход человека, да, из жизни, а когда он просто начинает... Ну, в конце концов, взгляды могли измениться, вот первые там взгляды могли измениться. С чего-то изменились взгляды. То есть надо человека поставить. Вгляды изменились, так ты, пожалуйста, иди к своим взглядам. Но если ты прошел, надо просто хотя бы элементарно быть честным. А вот до честности и совестливости уже не у всех все в порядке. Марина Сазонтова, первый секретарь Кировского горкома КПРФ, депутат законодательного собрания, депутат городской думы. Бывший. Бывший, хорошо. Слово бывший не люблю. Прервемся на две минуты рекламы и вернемся в студию. Особое мнение на 101FM Продолжаем выслушивать особое мнение Марины Сазонтовой, первого секретаря Кировского горкома КПРФ. Ну, по поводу выборов, нарушений и прочего, я так понимаю, что жалобы все написаны. Та информация, которая поступает сейчас, она там обрабатывается, каким-то образом узнается, тоже куда-то подаются, вероятно, документы, если есть какая-то перспектива. Хотите немножко подведя, когда сейчас появилось, собирается ли Павел Грудинец брить усы, который он обещал Дудю, да? Он сказал, да, я готов сбрить, если этот Дудь открыто в эфире скажет, да, это была выборная чистая и честная кампания. Ага, вот так. Ну да, друг друга поймали, что называется. Марина Сергеевна, еще одни выборы прошли выходные, менее заметные значительно, чем выборы президента. на большинстве участков выборных были организованы, я не знаю даже, как это назвать, голосование, но это точно не референдум, а прос может быть, да, какой-то, по территориям общественным, которые должны быть благоустроены в этом году по федеральной программе. Это рейтинговое голосование, то есть те территории, которые наберут большее количество голосов, будут облагорожены в первую очередь. И в свое время, когда мы брали эту тему в наших эфирах, мы думали, сразу скажу, что это голосование совмещено с выборами президента для увеличения явки. Как выяснилось, по окончании 18-го числа все было немножко не так. То есть на большинстве участков большинство людей либо не знало о том, что параллельно идет еще одно голосование, либо там, может быть, не захотело принять участие, и там соотношение между теми, кто проголосовал за президента и теми, кто проголосовал за благоустройство, разрыв достаточно значительный. Вы говорили про ваш участок. Там, по-моему, около 700 голосов, да? Нет, там было больше. Это я не про свой участок сказала. Так. Вы голосовали, и вообще, как на вашем участке это было организовано, или на том участке, куда вы ходили? Ну, во-первых, сама специфика, будем говорить, то, что мне приходилось следить за работой штаба и выезжать. Я на своем участке у нас не было. Надо было переезжать. Другой, к сожалению, там не смогла. Я физически не успела, да. Меня, например, поразило в чистых прудах, но меня тоже вот скорректировали. Почему многие проигнорировали? Вот в чистых прудах, как оказалось, очень много людей, которые там и не прописаны, а просто снимают жилье. Поэтому им было далеко и глубоко безразлично, кто там что собирается благоустраивать. Это люди приезжие. Ненадолго, они еще сами не точно не определились, где будут окончательно жить. То есть они не стали собственниками жилья, только снимают. Достаточно большое. Вот эти до 200 и выше. Там эта цифра, показатель достаточно большой. Что нужно было бы сделать, и как, сказать, пройдет, если я не ошибаюсь, где-то в 20-х числах, 26-го, по-моему, могу ошибиться, в городской администрации будут проходить вот это большое собрание, куда окончательно соберутся заинтересованные и решать, что в первую очередь. Но когда я была в Мурашах, да, в Мурашах, нас остановила женщина, и, вот знаете, говорит, нет, давайте проедем, я вам покажу, как в городе, а Мураша – это город, с благоустройством, как все плохо, посмотрите на виши, вот эти заросли, которые никто не расчищает, там, значит, деревья нависли и так далее. Поэтому, да, благое дело заниматься благоустройством там расчистки парков, но, как часто мы в эти парки заходим, они должны, конечно, быть в порядке, и тут никто не сомневается, но чаще мы проходим вот по улицам с нашими детьми, и посмотрите, вот эти заросли американского клена, какие-то кустарники, загаженные, то есть какие-то там бумаги, все наброшено, вот если мы проходим где-то у путепровода, да, какие-то вот есть, вот это, в первую очередь, нас всех воспитывает. У нас очень мало поддерживаются деревья в том состоянии, в каком они должны быть, они наклонены, они повешены. Даже то, что стоят в парк, прошу прощения, парк у нас, ну, Порошино, да, где мы едем, кто-то на лыжах, кто-то на прогулку. Если с июля там не могут привести в порядок... Расчистить дорожки? Дорожки это почти расчистено, но там осталось полно деревьев, которые, вы знаете, они нависли не на дорожку, но идет. Еще чуть-чуть упадут. Какое эстетическое наслаждение ты будешь получать, когда вот после этого ветровала в таком состоянии находится место отдыха. А в городе, когда мы идем, посмотрите, по аллее, по каким-то улицам, где вот эти, к домам нависают ветки огромные, при большом ветровале или они падут. Много, много проблем. Поэтому здесь даже спрашивать не надо. Вот в этом случае. Вот не надо спрашивать, да, тем не менее, есть вопросы, которые людям задаются, и огромное количество тех, кто не голосует. Ну, часть из них, понятно, не была информирована. Организация информирования на участках, как была, может быть, не совсем достойной. Я по своему сужу, да, сложно было понять, вот если бы я не знала, что есть такое голосование, я бы, конечно, не нашла, потому что разные этажи, абсолютно невидимые какие-то стрелочки, которые куда-то ведут, да, поэтому большой разрыв. Небольшое количество. Владимир Сметанин, наш коллега, рассказывает на его участке, он в 7 вечера был только 138-м человеком, который голосовал вот за парки и скверы. Да, да, в пределах. Вот. Люди неактивные. Вроде бы, уж тут такое место, и тема такая, твоё, вот вокруг тебя. Почему люди-то не голосуют? Мы отвыкли? Вы знаете, это даже касается любых вопросов, и там, где мы живём непосредственно в доме. Вот у нас сейчас мы хотим, старший по подъездам хотя бы, да, опрос капремонт проведён. То есть, казалось бы, жизненно важное. Но как в одном подъезде вот нет старшего, и всем остальным всё безразлично, кто-то бы это сделал. Вот этот пассив, он идёт с 90-х, мы тут даже обсуждали, откуда вот это появилось, вот безразличие. Вот бросили нас, ну и вот всё равно нас не послушают, всё равно никому наше мнение не интересно. Мне один из сюжетиков рекламных роликов понравился в период предвыборника, да, помните, там показывают хор, 100 человек, а пить начинает только один. И все остаются и ждут, но голос одного, хотя все остальные 99 так наблюдают. вот эта пассивность наша, она рождена этими 90-ми, когда на эти выборы очень многие не шли. Ну вот почему явка была 30% в сентябре 2017 года, что всё равно уже всё подсчитали, кто бы сомневался. И вот это какая-то безнадёга, вот это безразличие, оно вызвано не от того, что мне всё безразлично, а от того, что я уже не верю никому. вот этой веры в том, что голос будет услышан у людей. Что-то ты можешь решить и повлиять на что-то. А вот как это вернуть, чтобы власти, люди начали верить, это надо ещё. Мне кажется, это можно вернуть только конкурентными выборами. Только тогда, когда ты понимаешь, что твой кандидат вот сейчас, вот сейчас обойдёт, может быть, забьёт, может быть, последнюю шайбу, да, решающую. Только так. Вот мне так кажется. И, к сожалению, мне кажется, что большой разрыв между лидером любых выборов и всеми остальными это, конечно, не на пользу. Безусловно. Я в этом отношении с вами полностью согласна. Марина Сергеевна, с темой выборов, наверное, надо заканчивать. Не очень много времени у нас остаётся. Хотела вас ещё спросить по поводу аэропорта Победилова. Честно, не даёт нам покоя эта тема. На прошлой неделе был на нашем эфире Кирилл Черкасов. Сегодня, вчера поступала информация свежая по пассажиропотоку в нашем аэропорту. Снизился по итогам года на 16%. Воспользовались в прошлом году 166 тысяч кировчан. В 2016 году было около 200 тысяч. Мы все помним, да, это была такая цифра, до которой надо было довести пассажиропоток, потому что после этого наш аэропорт вроде как должен был выйти на самоокупаемость. При этом, несмотря на падение пассажиропотока, выручка аэропорта выросла, но составила 130 миллионов вместо, по-моему, так вот, цифры не вижу, там, там, ну, в районе 20 миллионов, по-моему, или 30 как раз вот этот рост составил. Да, плюсом. Объясняется тем, что ушла победа, которая пользовалась значительными скидками. Появились другие авиаперевозчики, чьи билеты дороже, количество людей, которые ими летают, меньше, вот, но платят они больше за билеты. Вот, и аэропорт больше получает от этих компаний. У меня вопрос такой, может быть, обывательский немножко. Все-таки, что лучше, вот, чтобы аэропорт зарабатывал на меньшем количестве авиакомпаний, или чтобы в аэропорту были перевозчики, которыми могут пользоваться большее количество кировчан, услугами которых? Ну, вы показали медаль с двух сторон. Так. Естественно, когда у тебя меньше пассажиров, меньше хлопот, а денежки еще и прибывают, естественно, можно хорошо, спокойно жить. А вот если наши власти, я имею в виду региональные, будет обеспокоено, чтобы все-таки граждане могли пользоваться чаще, удобными, так сказать, быстрыми рейсами, да, в пределах разумной цены, то это хлопотно, опять же. Они с этого что-то имеют? Нет, конечно, мало того, я так понимаю, что теряет в прибыли аэропорт, наверное, будет просить потом денег каких-то из бюджетов дополнительно. Этой темой мы очень подробно занимались, вот когда были в законодательном собрании, действительно, в 16-м, там, по-моему, 17-й или 18-й, где они должны были выйти не в 16-м году, а именно 17-й, по-моему, год, они должны были выйти на полную самоокупаемость, ведь туда огромное средство, до полумиллиарда, наверное, если вот все суммы, которые были вложены в ремонт, в развитие, из областного только бюджета, да, из федерального шли только на оборудование взлетки, которое под большие самолеты, и когда у нас, мы сняли одного руководителя этого аэропорта, который никак там до конца непонятный, какие это были схемы, Андрей Чука, по-моему, да? Да, и когда Жданов, если я не ошибаюсь, вот он занялся, и у него действительно пошел контакт, у него пошли результаты, стали видны, и вдруг его снимают. Вот здесь... Ну, снимали всех, Марина Сергеевна, после смены команды областной власти, снимали почти всех. Покажите, чтобы не только в денежном, так сказать, исчислении рост у нас шел, но и в количестве пассажиров, и в количестве рейсов, удобных маршрутов и так далее. А когда это не происходит, и только одни заявки, ну-ка, давайте-ка еще из бюджета подкиньте, ну, вот возьмите, чтобы только вы не мешались, так сказать, и не возникали. А вместо того, чтобы составить такой бизнес-план долгосрочный, чтобы действительно аэропорт был удобен для всех, и давать им возможность заработать сотрудникам, и в то же время пассажирам, которые для них был бы доступен этот вид транспорта, но это хлопотно. И вот когда сегодня мы видим данную картину, значит, ну, кто-то пока все вот хорошо, еще пассажиры не начали в той степени или возмущаться, или нет, что почему их лишают элементарных условиях, если они хотят воспользоваться воздушным транспортом. Это вопрос. Должны решать и законодательное собрание, наверное, более подробно в этом разбираться. Просто Кирилл Черкасов на прошлой неделе говорил, что надо ехать в Москву, вплоть до угловой региона, надо ехать в Москву, падать в ноги фактически руководству компании Аэрофлота, руководству компании Победа, и упрашивать их вернуться обратно, чтобы Киров получил обратно лоукостера. Я не знаю, насколько это реально, потому что на Победу очередь стоит. Подать в ноги или нет, но надо всегда искать, конечно, какие-то альтернативные возможности для того, но в любом случае... У нас уходят саратовские авиалинии, уходят, я не знаю, насколько это временно или постоянно, но тем не менее, мы с одним перевозчиком стоим. вопрос этот стоит, значит, его надо решать. Если его не решают, значит, кому-то это выгодно, что это или чересчур хлопотно, или с этого ты ничего не поимеешь. В общем, все мы хотим дешевые билеты, конечно. Еще одна тема, выбрали, наконец-то, наших двух подрядчиков, которые будут ремонтировать наши дороги в рамках так называемого дорожного миллиарда, чуть больше, там в Кировской агломерации, Виат Автодор, вот, и, соответственно, город Турмострой, как и предполагали эксперты. Не очень большой был конкурс, на один объект заявлялись, по-моему, две компании, на другой три, сэкономить удалось всего около 40 миллионов рублей, ну, по опыту прошлого года, насколько я помню, там на эти деньги сэкономлены, наверное, какой-то участочек, еще один сделают. На ваш взгляд, вот то, что кировские компании заявились, крупные кировские компании, как и хотел глава администрации Кирова Илья Шульгин, это как-то повлияет на ситуацию с ремонтом дорог? То есть, он объяснял тем, что вот проще тех, кто сделал плохо, проще искать. Потом. Вы знаете, мы на эти грабли уже наступали. Так. И в законодательном собрании как раз и отбирали, что Киров это одно, мы же в целом и по области смотрели ситуацию, и когда заявляются две крупных компании, то в конечном счете лишают возможности участвовать небольшие доруправления, которые могли бы на своих учахах, где близкая техника, брать, если этот лот небольшой, и реально его выполнить, но это кировские. И вот когда мы говорим об акционах, о конкурсах, когда под одни затачиваются, под вторые, вот то есть нужно этот 130, я сейчас не буду закон уже загружать вас, но вот эти законы, которые созданы, якобы исключая, они создают вот как раз условия для того, чтобы конкурентной этой среды не было. Заточены все эти вот конкурсы, так сказать, там, аукционы, да, под одних, когда участвуют те, у которых нет базы, зачем их включать? Однодневки, которые начинают, начинайте с чего-то мало, покажите, нарабатывайте свой авторитет. Но если у нас есть небольшие предприятия, ведь раньше были фирмы, вот эти дорожные управления, они в каждом районе, у них были свои асфальтобетонные заводики маленькие, и они могли быстро и на месте все это делать. Мы сегодня, когда говорим, нужно бизнес развивать, а мы все двум отдаем подрядчикам, которые начинают, вернее, исполнителям, которые тут же срочно начинают искать подрядчиков. Субподрядчиков, нет, там на самом деле ведь это не запрещено, действительно, такое может быть, просто другое дело, что чем больше участников, тем больше возможности сэкономить было бы на торгах, а тут мы сэкономили только 40 миллионов. А мы экономим порой на качестве, когда непонятно, кого нанимают и тоже, опять же, не могут найти, как эту дорогу на Диповской улице, которую, говорят, два раза в год ремонтируют, а толку, она постоянно разбита. Марина Сергеевна Сазонтова, первосекретарь Кировского горкома КПРФ, депутат УЗС 5-го созыва, была в нашей студии в программе «Особые мнения». Прошу прощения, заканчивается время эфира. До свидания. Всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok